Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать вторую книгу Маковеев, и сегодня вторая глава. Давайте немножко вспомним, что было в первой главе. В первой главе автор этой книги воспроизводит письмо, которое пишут палестинские иудеи, иудеям, которые находятся в Александрии. Итак, вторая глава, как мы ее читаем, мы читаем не по стихам, не по предложениям, а по абзацам. Почему? Потому что единица мысли, как и в любой книге в Библии, это не стих, не предложение, не слово, это абзац. В библеистике такие абзацы называются перекопы, отрывки. Итак, в записях пророка Иеремии находится, что он приказал переселяемым взять от огня, как показано, и как заповедал пророк, дав переселенным закон, чтобы они не забывали повеления господних и не заблуждались мыслями своими, смотря на золотых и серебряные кумиры, и на украшениях. Говоря и другое, подобно сему он увещал их не удаляться законы из сердца своего. Давайте здесь разберемся. Значит, идет рассказ, что в неких записях пророка Иеремии он приказал и так далее. Однако, если обратиться к канонической книге пророка Иеремии или к канонической книге плач Иеремии, то ничего подобного, что рассказывается дальше, у Иеремии не было. Поэтому экзегеты предлагают прочитать так, не в записях пророка Иеремии, а в записях о пророке Иеремии, которые до нас не дошли, хотя сохранились предания о пророке и о его деятельности. Итак, что он приказывает? Он приказывает взять переселяемых в Вавилонию, то есть речь идет о времени, когда Иерусалим уже пал, и евреи отправляются в Вавилон, потому что разрушен храм, и они должны взять от огня. Этот огонь потом будет спрятан, либо, возможно, он там перенесен в Вавилонию. Тут не очень понятно из текста. Также пророк дает переселяемым закон. Какой закон? У нас стоит маленькая буква, на самом деле должна, конечно, стоять большая буква, потому что речь идет, конечно, о Пятикниже Моисеевом. Пророк не пишет этот закон, то есть он не придумывает его, он его передает, чтобы евреи, отправившись в чужую землю, продолжали исполнять заповеди Господни, повеления Господни. Почему эта проблема? Проблема в том, что Вавилон, это на Востоке был центр мира, центр религии. Он был богато украшен, были великолепные храмы, красиво украшенные, стояли в них золотые и серебряные статуи идолов. И евреи, которые жили, ну, достаточно бедно и скромно, и точно уж без архитектурных излишеств. Археологи раскапывают еврейские города того времени, то бишь шестого века. Ну и все достаточно скучно. То есть стены, дома тесно к друг другу прижатые. Ну, понятно, что там были какие-то обломки керамики. Но вот красивых зданий, конечно, не было. И вот евреи вдруг приходят в Вавилон, видят все это великолепие, видят все великолепие языческих храмов, языческих идолов. И, естественно, они могли впасть в искушение, представив, что вот, ага, Вавилон настолько велик. Почему? Потому что велики его боги. И поэтому пророк дает свитки закона и призывает их исполнять божие повеления. Вот о том, что он, пророк, призывал не поклоняться идолам и не отступать от закона, вообще-то, говорится в послании Иеремии, в другой неканонической книге. Но в этой книге ничего не говорится о том, что делал пророк дальше. А мы же читаем дальше. Было также в Писании, то есть в Писании о пророке Иеремии, что сей пророк по бывшему божественному откровению повелел с Кине и Ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда в Скини копчег и жертвенник кодильный и заградил вход. Когда потом пришло некоторые из сопутствующих, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Тогда же Иеремия узнала всем, кто прикалывал их, сказав, что это место остается неизвестным, доколе Бог, милосердившись, не соберет сон народов. И тогда Господь покажет его, и являет слава Господне, и облако, как явилось при Моисее. И, как и Соломон, просил, чтобы особенно светилось место. Давайте здесь разбираться, что здесь за история. В 586 году царь Новохудоносор берет штурмом Иерусалим, разрушает Иерусалим, разрушает храм, евреев переселяет в Вавилонию. Что произошло с тем, что было в Иерусалимском храме? Ковчег Завета, где хранились скрижали Завета, жертвенник, стол с хлебами предложения, золотой светильник и так далее, и так далее, канонические книги не говорят. По одной из версий, если основываться только на канонических книгах, это было захвачено, увезено в Вавилон, и там сгинуло. Но это было все золотое. Возможно, просто разобрали на лом и что-то сделали из этого золота. По другой версии, это было просто уничтожено в огне пожара. И по третьей версии, которая как раз излагается в книге Маковеев, говорится о том, что Иеремия собрал все, что находилось в храме, и спрятал это. Говорится о том, что он взял скинию. Скорее всего, речь идет не сколько о самой скинии, сколько о утвари, которая находилась в скинии. Хотя тоже возможно. Напомню, что такое скиния. Скиния это был переносной храм, который был построен еще во время исхода. Евреи его переносили с места на место, когда путешествовали. Затем, когда они завоевали землю бетованную, скиния стояла. А затем уже при Соломоне был построен храм. Вот дальше следы скинии теряются. И непонятно, куда она делась, но иудейское предание сохранило сведения о том, где находилась эта скиния. Ее разобрали и отнесли в храм. И она лежала, разобранная в храме. И вот слово про то, что скиния и утварь была унесена, можно понять, что была унесена и скиния, и утварь. А можно понять, что была бы унесена только утварь. Что подразумевается под утварью? Некоторые предметы, которые должны были носиться только на руках. Это вот как чек завета носился на специальных шестах. Стол с хлебом на предложение тоже на специальных шестах носился. А вот остальная часть скинии, вот эти все полотнища, вот эти все палатки, покрывало, они складывались, укладывались на телеги и их возили. Говорится о том, что он повелел скинии ковчегу следовать за ним. По мнению толкователей имеется в виду, конечно, не то, что он там крикнул и они сами с собой поплыли. Нет. Из дальнейшего текста становится ясно, что были собраны люди и они перенесли утварь. По божьему повелению, изложенному в пяти книжах, переносить утварь могли только левиты. Понятно? Ну, скорее всего, и здесь же были. Они отправляются на гору. Это гора Нево. Она находится за Иорданом. Сейчас это Иордания. И с этой горы Моисей, которому не было разрешено перейти Иордан и участвовать в завоевании землеобитованной, видел наследие Божие. Что за наследие Божие? Это земля. В этой книге фраза наследие Божие обозначает землю. Тут можно понять, как земля, которая принадлежит Господу, либо как та земля, которую Господь передает, как наследство передается человеку. Иеремия вместе с утварью поднимается на эту гору, находит там пещеру и в этой пещере все прячется. Заваливается вход. Когда те люди, которые были с Иеремией, они попытались найти этот вход, то этот вход найден не был. И Иеремия говорит о том, что это место, где спрятана утварь, останется неизвестным, доколе Бог умилосердившись не соберет сонма народов. Тогда Господь покажет эту утварь, явится Слава Господня, явится область, которое виделось при Моисее. Ну, давайте здесь разберемся, когда это должно было быть. Если толковать совсем буквально, то понимается следующим образом. Когда евреи вернутся из плена, они придут в землю обетованную, и вот тогда это явится. Произошло ли это? Нет, не произошло. Евреи где-то так в 539-537 году до нашей эры возвращаются, они восстанавливают храм. Но они делают все заново, то есть делают новый жертвенник, делают купель для омовения новую, они делают новый светильник, они делают новый стол хлеба из предложения, они делают кадильный жертвенник новый. Но во святое святых храма должен был стоять такой, ну, у нас переведено как ковчег, но это сундук или ящик, в котором должны были лежать скрижа Лизавета, лежали скрижа Лизавета. Но вот евреи его не делают. Он как исчез во время нашествия Новох Доносора, так его не делали. И святое святых было пустым, там ничего не было. Есть там реконструкция, кое-что там было, но скорее всего там было пустым, то есть ковчега Завета не было. То есть когда евреи вернулись, ковчег Завета не появился. Тогда другой вопрос, когда же все-таки он появится. И здесь нужно обратиться к книге, которая называется Апокалипсис. И вот в Апокалипсисе говорится, что явится и Скиния, и Ковчег Завета. И скорее всего вот эта фраза про собрание сонма народов это не про еврейский народ, а про верующих людей. Явится слава Господне и облако, которое было при Моисеи. Что за слава Господне, что за облако, которое было при Моисеи. Когда была построена Скиния, то ее осветили. Ее помазали специальным маслом, приготовили жертвы, и облако накрыло эту Скинию, тем самым Бог показал, что он принимает это сооружение как место для поклонения себя. Слава Господне, это присутствие Божие в еврейской традиции называется Шехена. Значит, это облако явилось, когда была построена Скиния. Когда Соломон строит храм, то этот храм тоже покрывает Скиния, тем самым это место освещается, то есть это здание отделяется от всех остальных зданий и становится местом для поклонения Богу. То есть Скиния была покрыта облаком, Бог принял, храм был тоже принят. Что интересно, когда евреи восстановили храм, вот этого уже не было. Следующий отрывок с 9 по 12 было сказано и то, как он исполненный премудрости принес жертву обновления и совершения храма. Как Моисей молился Господу и сошел огонь с неба и потребил жертву, так и Соломон молился и сошедший огонь истребил жертву сожжения. И сказал Моисей, так как жертва грехе не употреблена в пищу, то потреблена огнем. Точно так и Соломон торжествовал восемь дней. место непростое, но давайте разбираться. Было сказано и то, как он, кто он, Соломон, не Моисей, не Иеремия, именно Соломон. Мы знаем, что он просил у Господа мудрость и Господь ему дал и вот он приносит жертву, которая здесь называется жертвой обновления и совершения храма. Об этом ничего не говорится в Третьей книге царств. Там говорится о том, что он просто принес жертвы для освящения храма. Весь этот рассказ, почему там называется эта жертва обновления, совершения, она ведь связана с историей праздника, который называется Ханука, когда евреи вспоминают, как их храм был осквернен, а потом очищен. Поэтому здесь жертвы, которые приносят на Хануку или которые были принесены в момент очищения храма, они становятся параллелью тем жертвам, которые были принесены Соломоном. Значит, Моисей молится, об этом вспоминают события, сходит огонь и сжигает эту жертву. То же самое произойдет и во время Соломона. Этот огонь, кстати, как раз тот огонь, который прятали евреи, и он сошел с неба и горел, и никогда не тух. Вот одиннадцатый стих, он как раз вызывает сложности. И сказал Моисей, так как жертва о грехе не употреблена в пище, то потреблена огнем. Вот этих слов нет в пяти книжах, в которых рассказывается история Моисея. О чем идет речь? Там Аарон скорбел по гибели двух своих сыновей, Надава и Авиуда. Они погибли в Скинии. Нужно было принести жертву, и вот что с этой жертвой нужно было делать? Как бы из этого текста кажется, что часть жертвы нужно было сжечь, вторую часть жертвы нужно было приготовить и священники должны есть. Но Аарон не стал эту жертву есть, а полностью сжег. И Моисей получается одобряет это. Скорее всего имеется в виду вот что. Так как жертва не съедается священниками, огнем, она должна быть съедена огнем. У нас тут сказано употреблена и потреблена. Используется такое более старое слово. Так вот, из-за того, что жертва не съедается священниками, она съедается огнем. Ну и она сжигается. И 12 стих говорит, что Соломон, как и Моисей, торжествовали 8 дней после строительства и освящения Скинии и храма. На самом деле там Соломон праздновал это событие 7 дней. Почему 8 дней? Потому что Ханука продолжается 8 дней. Ханукальные праздники они 8-дневные. Почему 8-дневные? Я уже рассказывал, когда говорил о первой главе, но давайте еще раз вспомним. Когда евреи очистили храм от языческой скверны, то нужно было зажить семилампадный светильник, но масла могло хватить только на сутки. Приготовление масла, все эти обряды, они продолжались в течение 8 дней. Масло такого специального нет, жертвы нужно быстрее приносить. Однако нашли небольшой кувшин, запечатанный первосвященником, который был изготовлен еще раньше до осквернения храма. Ну, что делать? Открыли, налили, зажгли и начали сразу процесс изготовления свежего масла. Он делался каждый день. То есть сегодня сделали, на следующий день и такой процесс безостановочный. И зажгли и вот светильник с этим суточным запасом масла горел 8 суток. И поэтому ханукой праздники они и связаны, они продолжаются 8 дней. Здесь как бы идет отсылка к Соломону, как Соломон построил храм, осветил и как бы храм новый. Здесь очистили храм и он тоже как бы как новый. Точно такой же, как при Соломоне и при Моисее и, соответственно, принят Богом. Поэтому тут, хотя и говорится о 7 днях в истории Соломона, здесь они названы 8. Хорошо, идемте дальше с 13 по 15 стих. Повестуется также в записях и памятных книгах не имея, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках и о Давиде и письма царей о священных приношениях. Подобным образом Иуда затерянная по случаю бывшей у нас войны все собрал и оно есть у нас. Итак, если вы имеете в этом надобность, пришлите людей, которые вам доставят. Еще не менее интересная описание истории, которая не встречается в канонических книгах. Однако, видимо, здесь вспоминаются какие-то книги, которые до нас не дошли и в которых зафиксировано иудейское предание о собирании канона. И, наверное, это одно из интереснейших свидетельств, как собирался канон. Значит, но и здесь тоже возникают сложности. Значит, как собирались книги священного писания? Как происходила канонизация этих книг? Возможно, эта канонизация происходила в несколько этапов. Здесь нужно понять следующее. Речь не идет, как эти книги писались. Понятно, что эти книги писались с древности. Из древности они почитались, но нужен был такой момент, когда для всех верующих будет объявлено, что эти книги являются Словом Божьим, а вот эти книги таким Словом Божьим не являются. И вот здесь процесс или один из этапов собирания, канонизации, то есть вот этого собрали и объявили всем, что эти книги являются Словом Божьим, связан с именем Неемии. Напомню, что если забыли, потому что Моисей, Соломон, Давид, это фигура достаточно известная, любой человек, который читал даже детскую Библию, он эти фигуры помнит, то вот фигура Неемии, фигура Иуды, который здесь назван, ну еще одного человека назовем Ездра, ну все-таки находится в тени, ну потому что их книги в середине Библии и некоторые просто до них не дочитывают, особенно после чтения там предыдущих книг, книг царства или книг Паралипомена, которые такие достаточно сложные для восприятия при первом чтении. Ну ладно, и вот и так, кто такой Ездра, кто такой Неемия. Хоть здесь Ездра не назван, но давайте о нем тоже скажем. Значит, евреи вернулись из плена. Это 539 год, 537 год до Рождества Христова. Приходят они под руководством человека, которого зовут Зарававель, и второй руководитель этого переселения, первый священник по имени Иисус. Он будет здесь упомянут во второй книге Маковеев. Они пришли, восстановили храм. Проходит где-то лет около семидесяти, и из Вавионии приходит человек по имени Ездра. Ездра священник, Ездра книжник, и он приносит собою свиток закона Божьего, то есть пятикнижия. На основании этого свитка, на основании закона, он проводит религиозную реформу. Об этом говорится, правда, не в книге Ездра, а в книге Немии, но там начинается эта реформа, описание этой реформы в книге Ездра заканчивается в книге Немии. Вот он приходит и проводит реформу. И можно предположить, что вот здесь произошел первый процесс, первый этап канонизации священного писания, ну, мы говорим Ветхого Завета, потому что еще нового нету, это 500 лет до Рождества Христова. То есть пятикнижие объявляется для всех, что это вот Слово Божие. Понятно, что и до этого оно так почиталось, но все-таки это считается первый этап. Второй этап, он приписывается Немии, что Немии составляет библиотеку и собирает сказания о царях и пророках. Еврейское название Ветхого Завета это Танах. Танах это аббревиатура первых букв из названия трех частей Священного Писания. Первый раздел называется Тора пятикнижие, второй называется Невиим и третий Кетувим Писание. Вот второй раздел Невиим это пророки. И в этот раздел пророческих книг входят не только те книги, которые так и называются книга пророка, но и книги Иисуса Новина, книги Судей, книги Царей, книги Самуила, которые тоже считаются написанные пророками. И из этого сообщения во второй книге Маковех можно понять, что речь идет о канонизации второго раздела Священного Писания, потому что он собирает книги о царях. Это можно понять, как книги Самуила, книги царей, то есть первая, царя, четвертая книги царства, но и предыстория царств. Это Иисус Новин и книги Судей. Также пророках, остальные пророки о Давиде как части книг царств и книги Самуила, ну и так далее. Вот, то есть здесь говорится об этом процессе. Когда это происходит, это Пятый век. Книга Маковеев это приписывает Неемия. Ну, скажем так, иудейское предание обычно приписывает это не Неемии, а самому Ездре. Но Ездра и Неемия это делали вместе. Это было два соратника. Поэтому можно сказать, что здесь нет такой прямо грубой ошибки. Хорошо. Следующий там упомянут Иуда. Что за Иуда? Это Иуда Маковей, который поднял восстание против сирийского владычества. И он был успешен. это восстание было успешно. Он изгнал завоевателей. что он сделал? Он собрал утерянные, спрятанные свитки закона Божьего. Почему это нужно было делать? Потому что антиолог 4-й Епифан начал гонение на верующих. И один из элементов гонений было уничтожение свитков книг Священного Писания. И наконец автор этого письма обращается к иудеям, которые живут в Александрии с предложением если нужны вам книги прийти и эти книги взять. Когда это происходит? Вот этот момент. речь идет явно что после Иуды. Иуда поднял восстание в 160-х годах до Рождества Христова. То есть это позже. Это тоже очень интересно. Ведь в это время и даже раньше еще в 3-ем веке начался перевод книг Священного Писания с еврейского закона гречески. Этот перевод называется Септуагинта. Ну вот видимо еще не все переведено потому что раз нужны книги приходите и мы вам дадим для изучения возможно для перевода. Хорошо. 16 по 19 стих рассказывается о празднике очищения или празднике Хануки. Намереваясь праздновать чечения мы писали вам об этом. Хорошо сделайте вы если будете праздновать эти дни. Боже сохранившим весь народ свой и возвративши всем наследие царства и священства и святилища как обещал в законе надеемся на Бога он скоро помилует нас и соберет от поднеместной места святое ибо он избавил нас от великих бед и очистил место. евреи которые живут в Палестине они празднуют Хануку они празднуют Хануку и призывает евреев которые живут в Россине по еврейски это Россине называется Гаут по гречески диаспора тоже праздновать этот праздник и в 17 стихе вспоминается событие возвращения из плена Бог сохраняет свой народ он возвращает этот народ в Божие наследие то есть в землю обитованную дальше говорится о царстве понятно что речь не идет о царстве Давидовом потому что после завоевания Иерусалима разрушения храма потомки Давида Давидиды потеряли власть и больше они уже не восстанавливали последний человек который имел хоть какую-то реальную власть это был Зарававель но он уже не был царем он был князем правителем но не царем вот и царство это можно понять как указание на просто государство в котором жили евреи потому что у евреев была возможность самоуправления либо все-таки здесь отсылка идет к царству Маковеев или Хасманеев Маковеев Хасманеи это священники которые получили царскую власть ну и самые известные из Хасманеев из Маковеев это Иуда Маковей который поднял восстание против сирийцев и это восстание завершилось успехом потому что они освободили Израиль от сирийского владычества священство и святилище это понятно священство Млевия и святилище это храм вот то что евреи если покаются они будут прощены и вернутся на землю об этом сказано действительно в пятикнижии Бог предупреждает евреев что если они будут нарушать закон то им будет страшное наказание их они уйдут и переселятся в в чужую землю но если они покаются то Бог их соберет если они даже будут просеяны по всей земле он обратно их соберет в это место святое обратите внимание что место святое это земля обетованная мы ее называем святою землей но этот термин не встречается в канонической части в канонической части Библии но уже вне канонической то еще до Рождества Христова Палестина называется место святым место святым Бог избавил от великих бед очистил место место это понятно что храм топос значит избавил от великих бед это беды которые произошли от гонения Антиоха Епифана вот и дальше начинается рассказ не о тех событиях которые происходят вот сейчас что написано в книге а то что было до до этого и рассказывается история Иуды Маковея или даже даже скажем так предыстория Иуды ну и давайте читать о делах о делах иуды Маковеев и братьев его и об очищении великого храма и обновлении жертвенника также о воинах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора и бывших небес явлений тем которые подвизались за иудеев стольерно что быв весьма малочисленные очищали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей и воссоздали славный во всем во всей селенной храм освободили город и восстановили клонившиеся к разрушению закона когда Господь с великим нисхождением и умилосердився над ними о всем этом изложенной Иосоном Киринейским в пяти книгах мы пытались кратко начертать в одной книге давайте здесь остановимся значит ну это предыстория говорит о том что источником последующего рассказа являются некоторые книги числом пять которые написал некий Иосон Киринейский кто это об этом сведений нету ни в этой книге да и вообще в предании и здесь говорится о том как Иуда его братья у него было у Иуды было несколько братьев они боролись за веру против Антиоха четвертого Епифана это царь сирийский ну небольшая небольшая историческая справка значит в четвертом веке Александр Македонский Александр Великий начинает завоевание персидской державы которая у него получается он доходит до границ с Индией но Александр прожил всего несколько лет после вот этих славных побед он умирает наследников он не оставляет да там есть история что у него были дети там от разных женщин но это не наследники что происходит дальше его военачальники делят вот державу Александра на несколько частей кто эти кто это военачальники это греки вместе с этими этими военачальниками переселяется огромное количество греков и они делят эту державу там для для нас интерес представляют два два военачальника один военачальник получает Египет другой получает Сирию и возникают две державы Египет и Сирия но что интересно правители знать министры этих двух государств это греки языки на которых они говорят греческие они придержатся греческой культуры да основная масса граждан основная масса жителей этих стран это египтяне либо какие-то сирийцы условно сирийцы потому что там много народов они постепенно перенимают греческие обычаи но между властью и обычным народом лежит еще и национальная пропасть Антиох 4 Епифан это один из таких грекоязычных царей можно конечно попытаться восстановить сколько в нем было греческой крови какие еще но это не важно по мировоззрению он грек где в это время Израиль сначала Израиль после разделения империи Александра он оказывается под властью Египта и то как это происходило об этом говорится в третьей книге Маковеев а потом Израиль попадает под власть Сирии но вот это вот знаете как сначала одни управляют потом другие особо не влияют на на евреев потому что евреи ну платят налоги правители и сначала и Египта и Антиохии столицы Сирийского царства они не лезут в дела вот евреи живут сами по себе и поэтому куда платить налоги в Александрию либо в Антиохию ну как бы разницы нету однако все меняется при Антиохии и Эпифоне потому что Антиохии Епифан очень сильно получил от римлян и решает свою державу как бы сделать такой монолитной унитарной и один из этих способов это введение единой религии и он начинает вводить языческие обычаи об этом будет сказано или так языческие или греческие даже точнее греческие обычаи и насаждать греческую религию и в остальных частях его империи это все проходило нормально но вот у евреев коса нашла на камень евреи начали сопротивляться это привело к большой войне во время которой храм был захвачен осквернен в нем был поставлен идол принесена жертва в виде свиньи и в общем храм был мерзостью запустения иуда маковей поднял восстание об этом будет тоже здесь сказано и очистил храм от этой мерзости и вот как раз здесь воссоздал славный во всей вселенной храм хорошо идемте дальше 25 стих ибо имея ввиду множество чисел и трудностей происходящие от обилия содержания для желающих заняться историческими повествованиями мы озаботились доставить душевное наседание желающим читать облегчение старающимся удержать в памяти всем кому случилось читать пользу хотя для нас принявший за сей труд сокращение это нелегкое дело требующие напряжения и бдительности как нелегко бывает тому кто готов пиршествовать и желает пользы другим но имея ввиду благодарность многих мы охотно приняли на себя этот труд предоставляя точное изложение подробности историку и стараясь преследовать примером сокращенное изложение давайте здесь поймем что говорит автор он взял эти книги эти пять книг которые написал этот и начал их читать и все в этих книгах как бы интересно но в них множество чисел то есть понятно то есть перечисление дат перечисление каких войск имущество это все определенные трудности и как бы просто переписать эти книги ну человек не будет это читать ему будет просто скучно и поэтому автор этой книги взял эти пять книг нужно понимать что это пишет не очевидец событий все это происходит значительно позже и он решил просто это все сократить все это сократить это было нелегко это такое очень интересное сравнение человек готовит пир но сколько на него сваливаются сваливаются трудности вот и поэтому это очень сложно но он старался все это исправить все это исправить изложить все подробно для чего для пользы чтения чтобы человек читал и выносил какую-то душевную пользу для этого рассказ более сокращенный и скажем так интересный скучную книгу конечно кто-то это прочтет но если книга увлекательная то прочет куда больше хорошо давайте дочитаем эту главу и так как строительного дома предлежит заботиться о всем строении а тому кто должен заняться резьбой и живопись належит изыскивать только потребное к украшению так и мы думали о себе углубляться говорить обо всем исследовать каждую частность свойственно начальному писателю истории к тому же кто делает сокращение должно быть предоставлено преследовать только краткость речи избегать подробностей подробных изысканий и так в связи сказано на чем теперь повествование ибо неразумно увеличивать предисловие к истории просто когда читаешь видно насколько автор владеет стилем вот он берет такое сравнение вот этот Эосон построил дом а я такой вот отделочник в этом доме поэтому я беру то что другие написали и вот делаю что-то красивое вот при этом ну так можно сказать что он так аккуратно кинул камень в огород этого Эосону потому что написать такое подробное сухое изложение это как бы дело ну начальное то есть кто начинает а вот сделать красиво это как раз и есть мастерство и дальше он так делает такое вступление к дальнейшей книге которая на самом деле оканчивает предисловие давайте перестанем говорить об общем и перейдем к конкретности но вот эти конкретности уже начинается в третьей главе а мы же с вами прочитали вторую главу спасибо за внимание меня зовут Дмитрий Бёрч Добыкин мы с вами были на библейском портале экзегет всего доброго до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...